ДИЛЕЯ 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 Вот, собственно говоря, для таких целей я собираюсь эту педаль использовать, то есть живые выступления, плюс игра просто в кайф, когда ты не сидишь, не паришься, а звукоизлечения, о чем ты просто включил, допустим, минус и погнал. Импровизировать, все в космосе, все летает, все здорово и так далее. Ну и давайте уже не будем рассусоливать, а перейдем непосредственно к кручению ручек. Погнали. Ну вот, сейчас видите, педаль уже вблизи, приступаем непосредственно к кручению ручек, но сначала пару слов касательно сегодняшней звуковой цепочки. То есть здесь у меня МТ-П2, это непосредственно сам дилей, пока он выключен, АМТ-Пангеюшка и звуковая карта. Касательно P2, в принципе, он звук его знаком, потому что я его часто использую на последних видео уроках и на последних плейтру. Но послушаем, тем не менее, его сухой звук без дилея. И теперь, что касается непосредственно педали. Значит, здесь по регулировкам. Time, это время задержки, то есть можно бить его тапом, можно выставить, соответственно, вручную вот так вот. Потом Mix, это насколько подмешиваются эти вот повторы к общему звучанию. Потом Reverb, это отдельная кнопка на Reverb, сейчас он пока выключен. Ну и фидбэк, естественно, количество повторов. И в плане тумблеров, то есть Analog Tape, это ну все понятно, то есть аналоговый режим, ленточный режим. Этот режим Datura, честно говоря, мне такое слово не знакомо, но, возможно, это что-то именно такое вот внутри компании, скажем так. То есть, потому что я читал официальное описание педали, и написано, что этот режим, он по сравнению с прошлой моделью, стал лучше. То есть более какой-то модернизированный, поэтому, видимо, это какая-то именно такая, можно сказать, собственная разработка. И тумблер KillDry, тоже там не все так просто. То есть он именно для того, чтобы... То есть тоже я оставлю ссылку в описании, почитайте. То есть, ну, дома, скажем так, вам это не понадобится. Это понадобится именно, скорее всего, по живых выступлениях, подключение в петлю и так далее. Ну и, естественно, кнопка включения, и, соответственно, чтобы тапать здесь темп задержки. Теперь давайте включим педаль и поиграем какие-нибудь медленные ноты, прямо с такими же настройками, как у нас сейчас установлены. Поехали. Допустим. Поставим тумблер в такое положение и сыграем то же самое. Ну и теперь сыграем что-нибудь побыстрее, какой-нибудь пассажик, например... И в другом режиме... Ну и давайте послушаем эту загадочную датуру, или датуру, или датуру. Ну это, скорее всего, надо, для шугейзеров. Давайте, наверное, добавим звучание, чтобы было понятней. Микс. Послушаем еще раз. Да, это какая-то дичь. Да, у меня, честно говоря, фантазии не хватает, как это можно использовать. Но, видимо, раз заложены по задателям, значит, видимо, какой-то смысл в этом есть. Попробуем теперь сделать вот что. Немножко уменьшим фидбэк. Время задержки увеличим. И добавим... Нет, даже сделаем, наверное, не так. Сделаем вот так. Сделаем упор именно на реверб. Задержку мы поубираем. И поставим реверб. Но, по сути, да, это получается обычный реверб. Давайте послушаем на чистом звуке. Например. Теперь посмотрим дилей. И тоже на чистом звуке. Добавим вот так вот повторочи. Микс. Так, ну это нас слишком часто. Пробуем это сейчас натэпать. Вот типа такого. Посмотрим. Поставим еще вот такой вариант. Немножко меньше в микс. И больше вот так. И сыграем. Теперь давайте посмотрим. Давайте включим дисторшн. И поиграем какую-нибудь пентоническую баланду с такими же настройками дилея. Теперь давайте добавим еще немножко микс, чтобы был совсем прям космос. И сыграем какой-нибудь рифачок. Например. Как видите, да, все прям летает в космосе. Ну вот, я надеюсь, в целом все понятно. Не будем устраивать часовой обзор, потому что можно ручки крутить вечно. С такой штукой можно реально заиграться на несколько часов и прям в этом космосе полностью потонуть. То есть я от себя могу педаль всячески рекомендовать. То есть буду активно использовать ее в концертной работе. Ну и дома иногда, когда захочется просто покайфовать, врубить, допустим, минус и поделается хорошенько. Тоже это отличный выбор. По сборке нареканий никаких нет. Все прям такое крепкое. Такой маленький танк. Кнопки нажимаются легко. Ничего не заклинивает. Все мягенько, аккуратно. Ручки тоже толковые. Ничего не шуршит, не хрустит. Тумблеры, ну естественно, тоже все нормально. По питанию здесь все стандартно. 9 вольт и минусовая полярность. И с двух сторон как бы здесь по бокам джеки. Поэтому от себя опять же всячески рекомендую. Спасибо ребятам за такую работу, что они все это делают. Что несмотря на то, что, конечно, с российским рынком все не так просто. Но тем не менее стараются делать качественный продукт. И действительно конкурентоспособный. Ну и все. В общем еще раз всем большое спасибо за просмотр. И до скоро. Подписывайтесь. Всем пока. Да, и такой еще небольшой постскрипт. Ну, хотел бы сказать, что при нажатии кнопки Tab ее удержание и сигнал уходят в бесконечный сам повтор. То есть. Я думаю, что этим можно очень неплохо играться на большом звуке. То есть устраивать всякие фидбеки управляемые и так далее. Поэтому тоже такая достаточно интересная небольшая деталь.